Всем привет! С вами я Алексей и мой канал Обзор Товаров с Китая. Сегодня мы с вами поговорим про геймпад от фирмы Xiaomi. В данном видео я расскажу все плюсы и минусы этого геймпада, а также продемонстрирую вам игры и платформы, на которых я его тестировал. Поехали! Как всегда, начнем с комплектации, хотя в этот раз у нас ничего особенного. Геймпад поставляется вот в такой вот коробке, в одном стиле, как и вся продукция фирмы Xiaomi. В коробке, помимо самого геймпада, мы найдем инструкцию. Распаковку геймпада можете посмотреть по ссылочке выше. Сборка отличная, все плотно и крепко. Материал, из которого сделан геймпад, похож на софт-тач пластик. Материал очень стойкий к отпечаткам от пальцев, они почти не остаются. В руках лежит плотно и удобно, не скользит, так и не хочется выпускать из рук. Ни для кого не является секретом, что геймпад от Xiaomi очень схож на геймпад от Xbox 360. Расположение кнопок почти такое же. На лицевой стороне мы видим два стика. Сами они прорезиненные, ход приятный, также они нажимаются. Три функциональные кнопки, а также правый и левый триггеры сделаны из такого же материала, как и сам геймпад. Все остальные игровые кнопки глянцевые. Все работают отлично, нажимаются четко и ясно. Функциональная кнопка со значком фирмы светится и служит для включения и сопряжения геймпада с устройствами. При коротком нажатии данной кнопки геймпад включается и начинает подключение уже к сопряженному устройству. Все это работает по беспроводному каналу Bluetooth 3.0. Заявленная дальность около 10 метров, но лично мне 5 хватило бы. Чтобы подключить геймпад к какому-либо устройству, вам следует зажать кнопку со значком Mi до того момента, как она начнет быстро мигать. После этого можете включать Bluetooth на своем устройстве и искать там геймпад. Вы его сразу же узнаете по китайским символам. Нажимаем и вуаля, геймпад подключен. Когда геймпад подключился, кнопка Mi будет приятно радовать ваш глаз своим приятным свечением. Лично у меня геймпад подключился ко всем моим девайсам, без установок дополнительных приложений и драйверов. Геймпад работает от двух батареек типа 2А. Время работы зависит от батареек, которые вы туда поставите. Я на своих поиграл уже около 5 часов и думаю, что поиграю столько же, если не больше. Из фишек у нас встроено два вибромотора, которые дают о себе знать, когда подключаемся к устройству. В играх пока что не встречал. Также есть треххостный акселерометр, который опять же я в играх не встречал. Насколько я понял, геймпад работает только с мобильной системой Android. Проверить iOS, к сожалению, на данный момент у меня нет. Кстати, на корпусе мною были замечены некие углубления. Возможно ли, что Xiaomi выпустит аксессуары для своего геймпада. Например, держатель для телефона. Осталось продемонстрировать устройства операционной системы, на которых я тестировал геймпад от Xiaomi. После этого не спешите уходить. Вас ждут плюсы и минусы данного устройства и, конечно же, вывод. И первым на очереди у нас Asphalt 8 на Nexus 7 2013. Игра без проблем нашла геймпад. Игра поддерживает геймпады. Тут кто-то спрашивал про подключение ввод Blitz. Скажу, что их можно подключить к геймпаду с помощью программы, которая называется TeamCore. С помощью этой программы также можно подключить другие игры, которые не поддерживают геймпад. Следующим на очередь у нас ПК. Продемонстрирую работу геймпада на двух играх. Первая игра это Dead Space 3. Игра нашла геймпад сама. И, как вы можете видеть, я управляю Айзеком без каких-либо проблем. К сожалению, настроить управление геймпада в игре нельзя. И я думаю, что это не единственная игра, которая поддерживает геймпад без каких-либо танцев с бухом. Вторая игра называется у нас The Evil Within. Она поддерживает только геймпады от Xbox 360, как и многие другие игры. Получилось подключить геймпад с помощью программы, которая называется X360C. Ничего трудного в этом нету. Инструкций полно в интернете. Теперь вы можете видеть, что я играю. Опять же на геймпаде. Для меня играть в компьютерные игры на геймпаде в диковинку. Так что я, наверное, сейчас проиграю вот этим двум ребятишкам. Давайте ЖК попробуем. Последний на очереди у нас TV Box. Подключился геймпад без каких-либо проблем. Как вы видите, это Dead Trigger 2. Игра поддерживает геймпады. И, как вы можете видеть, я управляю главным героем. К сожалению, на данный момент к TV Box Mi Box Mini у меня не получилось подключить геймпад от Xiaomi. Но к другим, как видите, TV Box подключился без проблем. Давайте же поговорим о плюсах. Для меня это качество материалов и сборки. Вибромоторчики и трехосевой акселерометр. И последнее это сменные батарейки. Для меня это является приятным плюсом. А теперь минусы. Цена. На рынке много геймпадов с меньшей ценой. Сменные батарейки. Для кого-то это является минусом. Нет держателя для телефона. Хотя лично мне он не нужен. И последняя покупка только в Китае. Может в будущем он у нас появится. И то неизвестно по какой цене. Осталось только сделать вывод. Это Xiaomi. И мы знаем, за что отдаем свои деньги. Да, он дороже своих китайских братьев. Но у него качественные материалы и сборка. Приятные фишки в виде вибромоторчиков и акселерометра. И если меня заставили бы выбирать, например, между Ipego и Xiaomi, то я выбрал бы Xiaomi. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Instagram, Twitter и группу ВКонтакте. Пока, друзья. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok